Всем привет, мои дорогие гитарные дрочеры! Добро пожаловать на мои диванные гитарные рассуждения. Однако, прежде чем я начну травить пиздунка, жители городов Челябинск, Екатеринбург, Самара, Казань, Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург, внимание, я еду к вам с концертом, буду играть музыку, да еще и петь. Вот да, новые телеги, вы их еще не можете услышать на стриминговых сервисах, а на концерте вы их услышите. Так что приходите, не менжуйтесь, покупайте билеты по ссылке в описании и сольемся вместе в древесном поле на концерте. Ну а теперь рассказываю. Все по порядку. Как вы знаете, долгие годы я работал и продолжаю работать музыкантом. Встречались мне люди всякие, разные, и мастеровитые, и не очень хорошие, и тоже не очень. Но вы знаете, бывает иногда случается такое, что гитарист вроде хороший, играет классно, и как человек замечательный, но вот работать с ним не очень хочется. Тому может быть, конечно, множество причин. Но среди этого множества у меня есть мой личный, выстраданный топ-5 самых идиотских причин, после которых остается нехороший осадочек, когда поработал с человеком. Так что называется пять причин как не быть мудаком, если ты гитарист. Причина номер один, или так скажем, пункт, просто скажем, пункт. Пункт номер один. Не надо, блядь, брать чужие гитары, пока хозяин этого не видит. Вы же мудачиво, блядь, бьете гитару, играете на ней. А если в гитаре вставлен медиатор, вы его куда-нибудь кладете нахер, играете, а потом суети в карман, блядь. Автоматически, хуяк, и идете дальше. Но это еще не все. Это ладно, хуй с ним медиатор, это наименьший зол. А вот что еще вы делаете, дорогие мои гитаристы? Так это следующее. Вот взяли вы гитару, даже не подключая ее к комбику, в гримёрке, вот лежит гитара, гитариста нет на месте. Вы пришли такие, о, гипсон, настоящий, блядь, надо срочно полапать. Вот, берет вот такой товарищ, хуяк полапал, и все четыре ручки закручивает в ноль. Блядь, нахуя это надо делать? Зачем, блядь, с каких херов? Я не понимаю, зачем вы в ноль? Не только громкость, но еще и тембр закручиваете. Это ебаный пиздец какой-то. Сколько раз у меня такое было? Один раз вообще пиздец какой-то. Фестиваль, там, большой опен-эйр, выхожу играть, играю, думаю, еб твою мать, блядь, что за нахуй? Почему звук такой говняный? Неужели дерево, блядь, опять, понимаешь, размокло под летним солнцем? Пот выделило какой-нибудь поры, опять начали выделять сок какой-нибудь древесный. Блядь, молодые смолы и сахара опять забродили. Думаю, что за нахуй? Почему говно начинаю крутить одну педальку, другую, проверять провода, проверять комбик? Короче, вместо того, чтобы играть песню, я всю песню драчу провода. И потом выясняется, что все в порядке. Просто какой-то мудак взял мою гитару, поиграл и убрал в ноль и громкость, и тембр. Я громкость добавил на 100%, а тембр-то я даже не могу вообразить, что какой-то мудак его уберет в ноль. И думаю, блядь, а куда делся звук? Что за пиздец происходит? Включил тембр, и воспоминания это говняное со мной на всю жизнь. Как и другие такие подобные примеры. Не делайте так. Во-первых, не берите гитары, когда хозяина нет рядом. И во-вторых, если уж взяли, ну, блядь, ну не поступайте таким идиотским образом, не убирайте в ноль все ручки. Иначе хозяину будет очень неприятно. Пункт номер два. Руки у всех бывают разные. И если у вас руки с повышенной потливостью, то вообще, даже с разрешения хозяина, лучше вы сдержитесь от того, чтобы играть на его гитаре. Может, вы вешливый человек. Подошли такие, ааа, это Гипсон, настояль, ааа, настояль. А можно мне буквально вот пять минут в руках подержать? Ну, как откажешь такому человеку? Скажешь, ну, конечно, дорогой, ну, господи, ну, приличный человек просит пять минут подержать. Ну, конечно, потом берешь после приличного человека, у которого руки, как у голума, мокрые, блядь. И думаешь, блядь, сказать об этом как-то неловко. Играть на этой гитаре уже нахуй не хочется, блядь. А хочется найти срочно какие-нибудь мокрые салфетки, потом сухие салфетки, чтобы все это вытереть. Или просто хотя бы какое-нибудь полотенце найти. А не всегда это возможно. Что, об себя вытирать чужую эту патину? Ну, нахуй надо мне это вот удовольствие, объясните, пожалуйста. Так что, если вы знаете за собой такую фишку, что руки у вас не сухие, а наоборот, постоянно влажные, постоянно мокрые, вы-то к этому уже привыкли. Знаете, в народе такая поговорка есть. Своё дерьмо не пахнет. Ну, да, свой пот, он, конечно, не раздражает. Ну, подумаешь, там, засралась гитара. Господи, боже мой, это ж я её засрал, родненький. И вот он, мой пот любименький, на ней засох лохмотьями висит. Ну и хер с ним, смахну эту бахрому и буду дальше играть, следующие слои накладывать. Так и ладно. Ну, если вы покрываете своим этим потом неприятным чужую гитару, ну, после этого не хочется с вами пересекаться в одной гримерке, понимаете? Отказать неудобно, вроде, если вежливо просит. Ну и потом гитару, заляпанную чужим потом, тоже не хочется брать. Поэтому, ну и он нахуй, блядь. Лучше так, о, прошёл. Вот я сейчас вот с ним не пересекусь и в гримерочку побыстенько и забегу. Пункт номер три. Вот эта охуенная манера у гитаристов есть. Приходят в гримерку, у него, например, две гитары с собой. Одна там, блядь, ритм, другая соло. Не знаю, нахуя две гитары бывают некоторым гитаристам. Ну ладно, хочется, так пожалуйста. Если ты орангутан, у тебя руки, блядь, штанги поднимают по 300 кг, да говно вопрос. Тащи хоть не две, хоть 200 гитар с собой. Ну не надо, блядь, их класть на стул, когда ты приходишь. В гримерке, например, хуяк четыре стула стоит. На два стула один чехол, блядь, он положит, и на два стула другой чехол. И пойдёт куда-нибудь дальше на сцену улаживать какие-нибудь вопросы. Ты приходишь, хочешь сесть, что-нибудь сделать, переобуться, штаны, блядь. А тебе некуда сесть, потому что все четыре стула или там сколько. Например, шесть стульев, а чувак три гитары принёс, блядь. Все стулья, нахуй, заняты. Или диван вот такой. Не, зачем на диване сидеть? Лучше положить гитару на диван, чехол от гитары. Вроде не твои вещи, не надо их трогать, если не твои. Ну а что делать тогда, блядь? Куда сесть? А сесть некуда, везде гитары лежат. Не, нахуй гитару ставить на пол. Нахуй её ставить как-нибудь в уголок, так, чтобы никто не трогал, никому не мешал, никто не задевал, и она никого не нервировала, эта гитара. Не, ну нахуй. Вот есть же диван, на который надо положить во всю длину гитару. И ебитесь сами, как хотите, дорогие мои гитаристы, коллеги и прочие музыканты. Я всегда охуевал с таких вот товарищей, которые приходят и занимают все места. Ладно, мы своей жопой, стулья для этого предназначены, но нет, блядь, своими гитарами. Пункт номер 4. Не надо ходить по сцене так, будто вы играете не с проводом, а с радиосистемой. Понятно, да, хочется сделать шоу, вы подходите ко второму гитаристу, такие, о, махнули хайером там, хуём покрутили, или к балу гитаристу. Такие, оббежали его три раза и побежали к себе обратно. В таком случае ваши шнуры запутываются, и все ваши дальнейшие передвижения уже завязаны на том человеке, с кем вы перепутались шнурами. Это может быть басист, вокалист, кто угодно, или второй гитарист. И если вы захотите дальше, прыгнуть в зал, блядь, или ладно, вы, может быть, он захочет, и он потащит за собой весь став, блядь, и свой, потому что шнуры, короче, стали перепутавшись. И ваш, и все это вот говно, как банки в американских фильмах за свадебным автомобилем, бра-бра-бра, вот так вот в зал и потянется. Это, блядь, какой пиздец, как это нелепо, как это идиотски выглядит. Это очень-очень раздражает во время концерта, потому что когда играешь на сцене, у тебя нервы, конечно же, у тебя сразу скилл падает на 50%, ты думаешь, а почему, блядь, я все эти годы так мало занимался, вот теперь нихуя сыграть не могу, теперь какие-то пык-мык, понимаешь, чуяканье-хуяканье, из-под струн вылезают вместо виртуозных запилов. А в этот момент еще и споешь, блядь, все примочки куда-то утащились, а еще и там шнуры, если у примочек ход очень мягкий, у крутилочек, шнуры эти крутилочки нахуй сбивают, и звук, понимаешь, ух, преображается в любую сторону, в самую неожиданную. Может исчезнуть, может, наоборот, громкость так ебошить будет, что звукарь будет выбегать и орать. Я не слышу портала, у тебя так громко комбик звучит, что я портала не слышу. Сделай комбик потише, сделай потише. Какой в жопу потише, когда думаешь, как распутаться. Поэтому, когда идете куда-то, и у вас не радиосистема, а шнур старый, добрый, то запоминайте свой маршрут и возвращайтесь обратно тем же самым маршрутом, чтобы, если провода запутались, вы их сразу же и распутали. То есть, куда-то выход в свое место делаете, запоминаем маршрут. Хуяк, даже если второй гитарист, долбоеб, который об этом не думает, думайте за него, обходите его так, чтобы не запутаться с ним шнурами. Ну и пункт номер пять. Вот я упоминал уже фестиваль, на который вышел, играю, думаю, блядь, что происходит? А еще, знаете, такая фишка, молодые годы, хочется показать во всей красе свою гитарную, понимаешь, мастерство, мышление, там, блядь, красоту это все навести. А опыта еще мало, пальчики дрожат. Все такое, а-а-а, и тут еще хуй знает, что со звуком надо делать. Вот на фестивалях многие начинающие группы играют. А кому помогут такие советы? Конечно, начинающим группам. Хотя и, знаете, опытные, старые уже матерые дрочеры порой делают так, как вот я говорю в этих пунктах. Ну так вот, пятый пункт. Выходит наш чудо-гитарист на сцену и кладет, блядь, на сцену чехол. Нет, он не додумался даже на стулья в гримерке чехол свой обоссанный положить. Он его кладет на сцену, нахуй. Достает гитару и что-то там настраивает. И вот, вот нахуя чехол на сцене нужен, это в голову не приходит таким товарищам. Вот он стоит, как будто, как будто это не сцена, а просто у него дома комната. Как, знаете, у Тинейш СД такой был перформанс. Они диван на сцену выкатывали, ложились на диван, такие просыпались, типа, а, как Бивис и Батхи, ты давай играть дальше. Вот то же самое. Выглядит уебищно. И, уходя со сцены, мало того, не надо выносить с собой всякое говно. И если вы играете на фестивале, и если у вас нет мощной команды, бобров, которые все за вами подотрут, все подберут, все отключат и подключат, и вы это сами делаете, не надо уходить, как звезда. И потом, во время выступления следующей команды, опять возвращаться на сцену и уже собирать свои, блядь, педалборды, педали, шнуры сматывать, чехол, который вы оставили на сцене, забирать оттуда. Продумывайте все свои действия заранее. Вот вы вышли на сцену. Что вам на сцене нужно? Нужен педалборд или не нужен? И гитара нужна. Все, больше ничего на сцене не надо. Никакой ни чехол, ни кейс от педалборда, ни какие сумки, ни носки ваши вонючие, которые вы переодеваете. Ничего этого не требуется. Нужен тот набор, с которым вы выступаете. Дарите счастье публике, понимаете? Если вы отыграли, вы все вот этот вот набор свой сразу же нахуй с собой уносите, либо красиво уходите, скидываете гитару, моментально ползком возвращаетесь, забираете все говно и уносите. До того момента, как следующая команда успела уже расставиться и начать играть. Ну иначе совсем некрасиво получается. Вы, может, и хороший человек, но даже если хороший, приятный в общении человек не предусматривает эти пять пунктов, их на самом деле больше, ну я уж пять самых идиотских для вас из сердца, из раненого вытащил, ну не хочется с такими людьми больше пересекаться на сцене или в гримерке. Пускай они хоть тысяча раз охуенные чуваки, или может быть хоть миллион раз пиздатые гитаристы. Ну вот такие, друзья, у меня пять пунктов, может быть, кому-то это поможет, а я хочу провести сейчас минутку агитации. Итак, покупаем билеты ко мне на концерт, идем по ссылке в описании, приобретаем в своем городе билеты и наслаждаемся. Я не буду класть гримерки на стул, чехол, я не буду лапать чужие гитари, я не буду свои носки по сцене развешивать, я выйду и буду дарить вам радость махагона. Кроме того, подписываемся, блядь, ко мне на Boosty, там у меня, о-хо-хо, там у меня очень много обучающего материала. Во-первых, у меня там секретные обзоры гитарные, которые происходят гораздо раньше, там у меня распаковки этой рубрики вообще нет на основном канале. Некоторых обзоров тоже вообще нет на основном канале, который есть на Boosty. И там у меня есть уровень Садко Богатый гость, куда вы подписавшись, имеете возможность, даже если вы прям вот ноль в плане гитары, если вы никогда не держали в руках инструмент, начать обучение прям с нуля можете на Садко Богатый гость. Начиная с первого урока, уроки по тититате, по ритмике, это максимально упрощенные, адаптированные ритмические хуйни для тех, кто начинает с нуля, но, однако, это очень важные вещи. Дальше добавляется то, все, пятое, десятое, и как смежный ком, ваше охуенное мастерство растет. Вот, и Садко Богатый гость до сих пор обновляется, до сих пор я выкладываю туда новые-новые видосики. Видосики, между прочим, очень длинные, потому что вы можете вместе со мной в процессе всего видео повторять за мной то задание, которое я даю вам. Ну и подписывайтесь, блядь, ко мне на канал, жамкайте телебоньку, ставим лайки, хуяки, пишем писюны кверху, пишем комментарии, Глеб, ты ничего не понимаешь? Нет, мудаки не так себя ведут, они себя ведут вот так. И напишите, как ведут себя те гитаристы, с которыми вам не хотелось больше пересекаться по работе, по концертам, по выступлениям. Может быть, что-то очень интересное вы на свет божий вынесете. Все, за всем разрешите откланяться. Я вас люблю, обнимаю, целую, да пребудь с вами икидская сила. Всем пока! Чмокни!